Рим Я накормлю голодных, я подчиню слабых, затушу все пожары, сокрушу сопротивление, поведу войска к победам, завоюю богатство для Рима, я покорю весь мир. Эй, приветствую, друзья, с вами Энгры. Надеюсь, сегодня ваше душе станет чуточку теплей с игрой Grand Ages of Rome. В этом случае так она называется на английском языке. И в рамках рубрики «Первый взгляд» мы с вами ознакомимся, чисто посмотрим на игру. Я посмотрю, может быть вы тоже, если не играли, взгляните, кому-то может даже понравится. Так, у нас есть обучение, обучение в сражении и классическая кампания. Давайте попробуем классическую кампанию. Вау. Выберите семью, правда не пишут какие семьи. А, Эмилии, Валерии, Люции, Плавии, Юлии. Давайте я Люциев родите. Девиз по труду и награду вообще класс. Вот подбородок мне нравится. По-моему, очень мужественный мужик. Ну что, это напоминает мне из сериала «Спартак» с женой этого... Ну, римлянина, который, в общем, Спартака пленил, я же не помню, как его там звали. Так, ну мы выбираем вот этого парня. По-моему, подбородье и самый лучший здесь. Хлебо и зрелище. Теперь, Люции, дорога в Рим. А, это карта, где мы задание выбираем. Моё вынужденное пребывание в Африке подходит к концу. Наша семья серьезно пострадала от тирана Суллы. Теперь, когда диктатора больше нет, я, наконец, смогу вернуть себе наследство. Однако опасаюсь, что у меня все еще слишком много врагов, чтобы мое возвращение было безопасным. Поэтому мне понадобится твоя помощь в Риме. Выполни все мои инструкции до последней буквы. Один промах, и наши соперники доберутся до тебя. При помощи доверенных лиц мне удалось подкупить нескольких сенаторов и получить в собственность новые земли. Остров Кабрера небольшой, но на первое время этого достаточно. Отправляйся туда и создай там новую колонию. Смотри за тем, чтобы плебеи не умерли с голоду. Если я чего и боюсь, так это толпы голодных плебеев. Короче, нищих. Мы, римляне, самые могучие силы в мире. Мы не склонимся перед королем или королевой. Мы это народ, который правит республикой. Мы принесли свет цивилизации в отеме варварства. Народы Сирии, Египта, Испании и Греции преклоняются перед Римом. Когда тиран Сулла привел свою армию в Сенат, он поверг республику в каос. Многие римляне расстались со своими жизнями. Еще больше людей лишились имущества и веры. Наша семья стояла на защите республики и была отправлена в ссылку. Сейчас Сулла мертв. Но мы все еще живем на африканском побережье. И наше состояние было уничтожено в огне гражданской войны. Теперь нам предстоит вернуться домой. Занять законное место среди римлян. И стать первыми среди рабов. Какие тут заставочки-то, а? Мощные. Так, это уже игра. Фонарить. Или это не игра? Точник воды, мосторождение камня. С графона, правда, непонятно, что происходит в целом. Е-мое. Можно крутить камеру? Можно. Фига себе. Горные реки используйте. Или ручьи, точнее. Так. Кстати, недавно уже играл, похоже, игру. У него даже строительство очень сильно выглядело, похоже. Дороги. Тагерь строителей. За 20 чего-то строится. А, монеты, да? У нас их 2000. Не так много. Формы. Временно здание уменьшает время строительства и чинить походящиеся рядом здания. А, прикольно. Короче, бафы. Резервуарок ведуко. Но у нас вода вроде есть. Большой фонтан. Повышает уровень санитарии уменьшает. Неплохо. Фонтан положает уровень санитарии уменьшает. А, большой, маленький. Так, а где строительство обычных лачуг? Тижина, лесоруба. Дерева, кстати, нужно. Дерево нужно. Это у нас не дерево, да? А, куда тут? Так, хижина лесоруба за 100 сестерцей. Вопрос, конечно, где его ставить. Надо ли его будет ставить рядом с дорогой. Все, кнопкой мыши. Впадки плебей на рынке рабов. Плебей на рынке рабов. Это вообще, потому что рабы получаются, да? То есть, первое, мы все-таки должны именно плебей, да? Кирпичный завод, нифига себе, каменоломные. Карьер, рудник, продовольствия, торговые. Рынок рабов. То, что нам, походу, нужно, да? Крем. Пускай где-то здесь. Не знаю, насколько дороги важны, но, скорее всего, все-таки важны. Кстати, давайте попробуем по себе дороги построить, как раз таки. Дороги увеличивают скорость передвижения отряда, повышают производительность некоторых зданий. Окей. Как они вообще строятся у нас тут? Вот так вообще. То есть, какие-то максимально живые такие дороги. Причем огроменные, заметьте на них. Заметьте-ка, она здоровая. И она сразу, да, построена? А, нет, вот сейчас построена. Понял, торговые. Так, рынок рабов. Здесь есть какой-то конкретный вход. Не похоже. Здесь увеличит вашу популярность на 2. Ладно. Ну, хотя бы на 2, хотя бы. Строится не быстро. На 2 как раз 50 было. Дам-дам. Так, что у нас там дальше? Давайте лесорубы, так, каменоломния, да? Камена можно разместить только поверх месторождения камня. А это не камень, да? Это у нас что-то другое. А что это? Можно узнать точно. Железо, вода, камень и камень. Камни, короче, в жопе. Уже есть условные места, кстати, для дороги. Они прям, ну, типа как тропы. Так, можем ли мы позволить себе каменоломню построить где-то в заднице? Необходимо хотя бы одно здание рядом. Короче, пока нет. Понял? Только железо можно позволить себе добывать со старта. Хотя можем ли мы? В принципе, можем. Я не понял, я построил? Нет-нет, походу, да? Как бы одно здание рядом. Непонятно, где-то здесь, походу. Так, рынок рабов. Можно мне рабов нанять, наверное? Рабы. Это вам тысяча, две тысячи динамиков. Так классно. Раз, даже, нафига разрушить? Дайте мне рабов. Или рабы по умолчанию есть теперь? Непонятно. Так, надо что-то еще построить, видимо. Хижина лесоруба. Блин, он снес все. Я рассчитал, что останется, но ладно. Мошеничная ферма, хижина рыбака. Какое-то одно здание рядом. Понял. Так, дорогу, может быть, сперва. Где она там у нас? Странно, что эти зоны под запретом для дороги, но... Допустим, вот так вот мы ее сделаем. Потом сюда. Все построено. Все построено. Длинная ферма. Как много всего. Золотой даже рудник, железный рудник. Так, производство. Именно, короче, дорога за здание не воспринимается. Понял. Песарок, что-то он ходит. Отличный завод. Каменоломню бы... Только поверхность сложных камня. Карня. Так, свиноферма. Она уже с незанятым плодородородным полем. Нельзя разместить ферму поверх поля. Чтобы одно здание рядом. Короче, где-то здесь. Вот здесь можно. Да, где-то здесь, но здесь должно быть тоже рядом. Сложно, друзья, сложно. Давайте свиноферму. А, блин, я же ее и хотел, да, твою мать. Сложно, непонятно. Кирпичный завод. Близне нет запасов воды. Серьезно. То есть нам еще вот эту хрень нужно увеличивать. С водой связано. Допустим, тогда. Фантан большой. Разрывок веду-ка. Жизнь, друзья. Слишком много всего, конечно. Первая миссия мне столько всего дают уже. Теперь можно разместить, да. Теперь тебе, сволочь, нормально. Допустим. Хватит для этих зданий, чтобы поставить каменоломню. Только вверх месторождения камня. Блин, это же не камень. Че, господи, че это тупик-то? Какой на хрен камень, гребаный рудник. Хотя бы одно здание. Ну давайте посмотрим, хотя бы. Да, это нам бесполезно здесь стоит. Ну хотя бы позволит нам построить. Че, в зоне сейчас, по сути, появится здание. Я вот вижу его зону. Отчуждение. Да, реально. Ревально, друзья, это работает. Ну хотя бы железо будем добывать. Окей. Производство. Мраморный карьер, золотой рудник. Железный рудник у нас стоит. Кузница. Пусть не хватает как раз камня. Понял. Водняная ферма. Только рядом с полем. Опять зеребаным полем. Кижные лесорубы у нас есть. Насчет ресурсов, как такового дерева, правда, я не вижу. Фонтан. Но фонтан, кстати, в любом случае, нужен. Санитария и так далее. Ставим тут. Нужно нам к рыбе выходить. Значит, нужно что-то строить. Платформу. У нас строительство на... Прям нафига это надо, я не сильно понимаю. В чём соль? В чём соль и специи? Ни в чём, да? Рынок рабов. Рынок рабов может захерачивать вообще где угодно. Давайте ещё один рынок рабов построим. Школа. Добавляет очки исследований. Рабочие плебеи. Допустим, тут. Так, продовольствие. Фижина рыбака. Сейчас построится и спокойно сможем хотя бы рыбаков забацать. У нас будет первое что-то, что даёт нам еду. Первое что-то, что даёт нам еду. Какие-то люди, кстати, в городе, заметьте, уже вообще появляются вовсю. Здесь, правда, никого нет. Рыбацкая тема. Давайте сразу две забацаем на всякий пожарный. Так, думаю, нужно дорогу сделать поближе. Так как-то. Разрушить здание, следовать пока ничего не можем. Понял? А, вот резы наши показывают, да? Когда я открываю. Отличная ферма. Пекарня, да уж, да уж. Общественность. Что это? Школа у нас есть. Военное дело. Ворота. Ну, это классно, конечно. Военный лагерь. За тысячу сестерцев. Дороговато. Памятники религии нет. Эстетика. Малая площадь. Костатая. Тупо для эстетики, друзья. Фонтан. С помощью фонтанов пытаться, типа, двигаться. Потому что, я, блин, не знаю даже. Что такого строить. У фонтана зона есть. Значит, он позволяет расширять. Так что, давайте. У нас фонтаны будут такими маяками для строительства. Вообще, непонятно. Производят что-то. Этому зданию для раба требуют сплебеи. Охеренно. Иметь рабочих на рабы. Так, у нас школа есть. Минуточку. Вот она. Она же вроде бы производит плебеев. Разве нет? Или она супер медленно это делает? Ряд призывников. Потерять 10 популярностей. Нет, спасибо. В реальной жизни настолько плевать на это людям. Потеряет популярность, не потеряет. Мельница. Фонтан, да. Поблизости нет запаса воды. Еще и это имеет важность. Производство, да. Что значит, да? Нам еще и нужно вот как-то так вот. Жесть. Полная жесть, друзья. Как она есть. Зайти свак виду-ка, бля. А вот это не пересеченно. Это тебе нормально, да? Тут ты пересекаешься с кем хочешь. Охренеть. Как-то снести. Удалить. Удалить. Э, тут-то достроят. Так вот здание рядом, алло. Чем тебе это не здание? Не понял. Или фонтан? Нет, фонтан все-таки зданием почему-то не считается, да. Нужно именно что-то, как они говорят, здание. Офигенно, конечно. Офигенно. Давайте за пекарин здесь будет жить, пожевать. Продовольствие. Материалы. Железо. Железо никто не добывает, я так понимаю. Открыть, открыл. Какая-то полоска убывает, неизвестно, что это именно значит. Потребляют дерево они, я так понимаю. Лесорубов, наверное, побольше. У меня так ощущения начинают складываться. Можно, получается, с помощью лесорубов расширяться. Можно от дерева нам нужно будет, ого-го, как много. Так, это у нас готово, да? Ну, как-то так. Или тут что-то другое уже можно построить, подождите. Зимная мельница. Нет, спасибо. Пекариня. Ферма. Свиноферму где-то здесь можно забацать. Насчет работы из-за нехвата плебеев или рынка рабов. Или рынки рабов. Школа. А, рабочие плебеи. Или в ней рабочие должны быть плебеи. У вас недостаточно рабов. Чтоб построить, наверное, крабов? Или что? Ну, вот у меня рынки рабов. Ноль. Бонусы. Ноль. Очков власти в минуту. Рекорд из домов всадников. Почему не могу построить? Внаградник. Фермерский рынок. Пошеничная ферма. Пытаясь найти, что должно мне возможность рабов-то увеличивать. Инсула. Жилье для плебеев. Вот оно. Твою мать. Этой херней занимаемся. Пожалуйста. Печет город товар, если они сами достаточно обеспечены. Хорошо. Мост. Ринь, дом всадника. Ладно. Пила. Это фонтан. Резервирование. Кведука. Подводит воду к городу. Хорошо. Формы. Так и не понял, нафиг они нужны. Так. Ванпост. Давайте больше яну, чтобы... Вот что для, блин, расширения города. Нифига себе, кстати. А, ванпост это вот это гигантское здание. Ни хрена себе. Представляете, друзья. А ты... Вам нужен отряд рядом с строй... Острейки. Какой отряд? Любой военный отряд, типа, или любой вообще? Непонятно. Большой поминат. Ух ты. Ну, это где исключительно ровная дорога. Нет, это супер ровная дорога должна быть. Восполнить потери. Почему бы и нет, наверное. Почему бы и нет. Интересно, о каком отряде речь. То есть, заранее должен какой-то отряд у меня быть где-то. Боги пощадил ваш город после землетрясения. Ну, хорошо, если город целел. Ворота. Стены нельзя. О, здесь кто-то работает, такие, что ли? Здание в огне. А-а. Тушить будем? Тонтан, вот. Ага. Но это не тушит ничего. Никого ничего не волнует. Так, производство, производство. Снова. Инсула. Школу надо по-новой строить. Непонятно. Вход от Аж, да? Непонятно. Если вы возьмете за здание на платформе. На платформе. На вот этой платформе. А-а. Вот в чем их смысл. Забавно. Больше биполярности, она же популярности. А что горит? А, ну я не знаю, у нас никто не тушит. Пробуем фонтан рядом построить. Большой фонтан. Я просто не сильно. Может быть, конечно, воду нужно. Это вот. А, ну пускай так. Есть возможность как-то потушить? Разрешать я не буду, но она сама сгорит. Без разницы, популярность. Теряю, не теряю. Сколько мне нужно плебейских на доме живут плебей, если обеспечить здание продовольствием? А, ну есть. Рабочее место, хижина рыбака. А, ну хижину нам нужно по новой строить. Отлично. Пшеничная ферма. Выделены объекты, просто строитесь. Нужно сделать ферму поверх поля. Мне почему-то не хватает плебеев, как я понимаю. То их нужно триллион, походу. Для отмены. Машек нужно реально строить поближе. Извиняюсь, друзья. Давайте строить везде плебейские инсулы. Я просто хз. Ну, вроде кто-то работает, добывает железо, хотя... Хотя хер знает. Город рабочих, стоимость лагеря строителя. Че? О, пекарная. Ну, правда, на нее как бы и пофиг должно быть, наверное. Смотрите, ну вот эти плебеи куда-то идут. Давайте посмотрим, куда они идут. Ну, в принципе, идут на свиноферму. Или что? Для каждого здания нужно строить отдельную... И вот эту вот инсулу. Потому что трое вышли отсюда и пошли сюда. Теперь пошли, наверное, к свиньям, я так понимаю, да? Здание горит, ничего не могу сделать. Инфа. Так. С уходом, с увы, может возник конфликт между выходцами из народа и аристократами. Аристократы не хотят, чтобы знать потеряла власть. Однако простолюдины завоевали любовь плебеев и могут поднять толпу в свою поддержку. Боюсь, это может привести к новой гражданской войне. Сейчас не лучшее время занимать чью-либо сторону. Тебе лучше помогать и тем, и другим. Что-то у меня ощущение по поводу этих инсул такое и есть. Давайте вот эту тут еще забацаем. Если их объединять, получается, еще популярность я повышаю. Давайте забацаем. Если реально, то получается, для каждого здания нужна своя инсула. Потому что, знаете, здесь такое ощущение, что семей не знаю, сколько живет. 30, может быть. По поводу тушения ничего не понят. Бля. Я должен такое огромное здание, получается, устроить, чтобы просто другое здание могло работать. Но это жестко. Это жестко. Куда этот пойдет, правда, вот эти, точнее, пойдут? Непонятно. У меня уже места просто для этих инсулл даже нет. Близи. Так. Производство. Торговые. Классные, срочно, рабов. Где бы мне их взять? Ладно, давайте тут построим одно. И тут одно, по идее, они должны будут занять. Да, эти тут уже пошли в школу работать. Однако, как-то, конечно... Ну, понятное дело, что громоздким будет город, но он совсем будет громоздким. Тупо из этих инсулл. Одна инсула заселяет одно здание. Да, и рыбаки, которые не работали, теперь будут работать. Но, по идее, пищи... А, пищи только меньше стало. Так понимаю, ломается здание, когда оно загорится, скорее всего, да? Инсулл единственное, что тут не горят. Производство 12, дерево, вода... Железо добывается. Какое-то требование. Денег больше не будет. Ну, 10к-то у меня есть, но, блин... У меня проблема с пожарами, и мне не нравится, что нужно так много этих инсулл строить. Слишком много. Так. Да, дорога. Не всегда хороша, я так понимаю. Вроде как, быстрее должны будут начать передвигаться, пацаны. Пацаны, ребята. Тут вообще никак, но они, в принципе, и работают-то рядом. Рядом магазин, с которым можно работать. Да, да, друзья. Очень много нужно, конечно. Этих инсулл по поводу тушения непонятно, чё. Дервара-то ладно. Эти-то ладно чуму. Мост. Убирает украшения. Это фигня. Лагерь строителей. А, кстати, осю в них тоже нужно будет людей заселить. Торговые недоступны. Продовольствие всё доступно, но... А, пекарню новую забацать. Хотя... Вряд ли даже получится. Некому будет работать банально. Знать, такая музыка довольно при этом расслабляющая. То бишь, какого-то напряжения в игре, благодаря музыке, я вообще не чувствую. Я понимаю, что слишком какое-то медленное развитие у меня идёт здесь. Но музыка настолько расслабляющая, что как-то по барабану вообще. Ты просто играешь, погрузился в игру себе, сидишь играть. Вообще ничего не парит. Значит, нам построится, и тут будет значок, что некому работать. Муки плюс нет. А на муку нам нужно что-то другое, очевидно. На мельницу нужно. М-м-м, и соцветительство. Объекты. У вас. Ну, давайте, тут без разницы. Получается, без разницы, хоть где-нибудь поставить. Хотя, по идее, должно быть... Хотя, не, не. Мельница не обязана уже быть рядом с водой, да? То есть, водяная мельница, получается. А, возможно, строители тушат. Как бы это странно не звучало. Где они тут у нас? Лагерь строителей. Да, теперь везде, кстати, хватает рабочих, что даже удивительно. Извините, друзья. Да, этому зданию не хватает рабочее место железное, хижина рыбака, хижина школа. Да, прикольно. Осталось времени. Которое значительно уменьшает время строительства ближайшей. Но он также ремонтирует поврежденные здания, находящиеся рядом с ним. Осталось времени. На что, правда, непонятно. На ремонт? По сути, из всех зданий он только вот это, наверное, может ремонтировать. Хотя, может, он это задевает или это? Это тоже, судя по всему, не может сломаться. Так, что вообще мы еще можем такого интересного? Лесоруб. Помня. Намарный карьер. Нам нужно, по сути, дальше двигаться, да. Соберем отряд. Без него нельзя вот эту фигню дальше строить. Ну, это здание. Вон пост. Так, сейчас закончится. И что это будет интересно? Что по итогу-то? Ничего не понял. Оно просто разрушилось. И в чем прикол? Непонятно, в чем прикол должен быть строителей. Построим их везде. Для них, судя по всему, не нужны эти здания. Ура! Наше первое воинство. Атаковать. Обучать. 100 динариев. Обучайте, друзья. Все, обучились, да? Подъем здесь и попробуем он пост воздвинуть. Субтитры создавал DimaTorzok так что не вижу вам поста вообще не вижу от слова совсем вообще где она должны то быть у нас общественных не в торговых вот короче бонус для наших воинов своеобразной а Продолжение следует... Изменить рабочих на плебеи. А пускай рабы работают. Я лично против, ничего их не имею. Преступность. В городе замечено правонарушение. Преступность начинает угрожать городу. Когда нужны жители не удовлетворяются, должным образом плебеям требуется только еда. Садникам, кроме дыни, выходим из лечения. А патрициям еще и религия. Если у людей нет работы, они могут быстро превратиться в преступников. Если вы не разрешите ситуацию, удовлетворив нужды жителей, преступники начнут устраивать поджоги или даже... Что-то многие... На, вот количество еды. Блин, амбар давайте построим. Где там был амбар? Амбар, амбар. Как раз то, что нам надо. Это амбар. Это мамбар. Зачи тренируются, не знаю, что им делать. Так, ну что ж, друзья, на этом, в принципе, я думаю, можно и закончить знакомство. Такая вот игра. Строим Рим. Удовлетворяем плебеев. Тоже нечем заняться. Ну, в принципе, да, кстати, это логично. Оставил их, не пойми где. Можно даже снести, наверное. Хотя они работают на водной ферме, но им мало почему-то. А теперь водной ферме не хватит. Резко хватило. Отсюда, наверное, пошли. Я так понимаю, все-таки сюда прибывают. Вот, понимаете, периодически... Видите, приходят плебеи, и они, как бы, начинают работать и в других местах. То есть, все-таки здание не прям для одного чего-то. Так что в этом плане все неплохо. Но эти в амбаре должны будут работать. Мне кажется, они должны будут довольны. Разве нет? Серьезно. Серьезно. Вам мало? Но при этом вы не хотите работать здесь. Логично, логично. Да, вот такая, в общем, игра. Всем спасибо за просмотр. Можете подписаться. Подписывайтесь на свои комментарии. Друзья, любите себя, любите своих близких. Любите людей вокруг. Хоть чуть-чуть давайте этот мир наполнять. Внедрять, наполнять любовь. Потому что иначе как-то все очень печально и негативно становится. На этом всем пока. До новых встреч. Приятного.